Слушай, может я тут ужасные вещи буду говорить, но просто мне, например, как человеку, который учился в белорусской школе, который посещал некоторые уроки истории Беларуси, не особо понятно, откуда вообще у нас взялась-то Беларусь, идентичность Беларуси, когда всегда была Речь Посполитая, Великое Княжество Литовское, вот это вот всё, Россия. Ну, идентичность Беларуси, это XIX век, то есть, когда начали сочинять вот эту имперскую идею, то российский народ, русский народ, он состоит из трёх взаимо-неотъемлемых частей. Это малоросы, белорусцы и великоросы. Тогда белорусами обозвали бывших жителей Великого Княжества Литовского, то есть русинов и литвинов. Русины – это православные, а литвины – это католики. То есть, по сути, в XIX веке, когда начали формироваться вот эти вот все нации, когда вообще родилась такая идея, как национализм в XIX веке, тогда начали придумывать вот эту вот имперскую идею по поводу того, что русский народ состоит из трёх частей. То есть, это тянется ещё с XIX века? Да, это тянется с XIX века. Хотя, по сути, у нас никогда не было такого понимания, что мы там белорусы. У нас до XIX века было понятно, что мы здесь тутейшие, особенно у крестьян. Что касается более социально повыше людей, там, горожан, либо шляхты, они считали себя либо литвинами, это означает, что они либо католики, либо уньяты, либо русинами, то есть принадлежащими к православной церкви, к киевской, к могилёвской метрополии. Тогда была вот система «свой-чужой», она зиждилась конкретно на религиозных своих воззрениях. Ты литвин, если ты католик, либо уньят, ты русин, если ты православный. Так, то есть, что получается? Литовское государство... Ну, правильно, литовское государство было до того, как вообще зашла речь в Беларуси? Современное литовское государство – нет. Великое княжество литовское – да. А есть разница? Разница колоссальная. Современное литовское государство – это часть бывшей Жемойтии. Если мы возьмём полное название Великого княжества литовского, то мы увидим там в названии Великое княжество «Литовское», «Русское», и «Жемоицкое». Жемоицкое – это территория современной Литвы, практически две трети территории современной Литвы, это Жемойтия, княжество, которое входило в состав Великого княжества Литовского. То есть, современная Литва, она когда сформировалась? В 1919 году. А Беларусь? Беларусь сформировалась в 19 веке, когда Великое княжество Литовское переименовали просто… В северо-западный край, наверное. В северо-западный край, да. В 19 веке есть созданный пропагандистский штамп, согласно которому русский народ состоит из белорусцев, украинцев и великороссов. Этот пропагандистский штамп не был бы создан, если бы Россия не проглотила огромный кусок Великого княжества Литовского вместе с его центром, и не нужно было как-то оправдать это поглощение. Это поглощение они оправдывали, начиная еще с того же самого Ивана Грозного, когда Иван Грозный писал письма сейм Речи Посполитой, когда описывал ситуацию по поводу того, что мы владеем Великим княжеством Литовским по праву крови, и вы должны нам его отдать. Если вы не хотите, тогда изберите нас своим королем. Если вы не хотите избирать нас своим королем, ну нас в смысле меня, тогда изберите нашего сына. Если не хотите нашего сына избирать королем, тогда я вам объявлю войну. На самом деле это для многих, для очень многих вопрос открытый, типа откуда вообще Беларусь и насколько она не искусственно созданная и вообще...